А любимый прием какой? Бедро. Легким движением руки 9-летняя Арина бросает мальчишку через бедро. На ее счету уже 22 медали и 4 кубка. С 6 лет она занималась рукопашным боем, а позже попала в клуб «Бастион». Там и начала завоевывать главные призы. В этот раз чемпионка пополнила свою коллекцию новым золотом. Я хочу добиться стать чемпионкой мира. Чтобы я умела постоять за себя, чтобы я смогла защищать других людей, чтобы быть здоровой. В турнире по самбо, который прошел в спорткомплексе «Динамо», приняли участие самбисты возрастом от 5 до 15 лет. Кроме соревнований были и показательные выступления. Старшие самбисты противостояли нескольким противникам, вооруженным ножами и пистолетами. Я побед 58. Тренируюсь хорошо, готовлюсь к соревнованиям, чуть-чуть боюсь. Страхами борюсь. Я говорю всегда, что я всегда победитель. Заслуженный тренер Николай Пасечник уверен, что лишь спорт и дисциплина могут спасти новое поколение от компьютерной зависимости и жестокости на улицах. Задача наша тренеров – чем больше убрать детей с улицы, пусть они лучше ходят в залы занимаются, это будет, они и здоровее будут, они будут себя вести культурно. Такой человек, который ходит занимается, он хулиганить не будет. В свою очередь, юные самбисты не перестают восторженно рассказывать о своем легендарном тренере и стараются равняться на него. Это гордость Украины, сила, знания. У тебя есть кумир? Да. Николай Антонович Пасечник. Он для меня стал очень добрым человеком, хорошим. Он для меня стал самым добрым тренером. Я его очень люблю. Он всегда поддерживает, помогает. Без наград не ушел никто. Организаторы подготовили медали для всех участников. Особый подарок ждал и спонсора соревнований Андрея Ивашова. Тренер Николай Пасечник вручил ему бронзового самурая и поблагодарил за постоянную помощь клубу «Пастион». Турнир может быть не самый многочисленный, не самый массовый. Может быть, нет каких-то огромных наград. Но, тем не менее, для каждого ребенка, который пришел в себя, победа не менее значима, чем если в каком-то международном турнире для какого-то олимпийского чемпиона. Пока самбисты радуются новым победам и готовятся к следующим соревнованиям, Думская продолжает следить за спортивными событиями и новыми успехами наших спортсменов.